Привет! Сегодня поговорим, что лучше выбрать, нож или мультитул. Для меня очевидно, что надо иметь и то и другое. Но прежде всего нож. Попробую немного аргументировать. Мультитул обычно имеет нож на своем борту, так как это очень важный и нужный инструмент, ну элемент вообще инструмента любого. Мультитул не заменяет профессиональные плоскогубцы, отвертки, ножи и т.п. Он удобен из-за малых габаритов, его стоит иметь тем, кто не зарабатывает с помощью инструмента, а использует инструменты в редких случаях какого-то форс-мажора. Мультитул я, например, имею дома под рукой и в автомобиле. Дома есть полноценные инструменты, но доставать их долго, менее удобно, держать под рукой тоже нет нужды, потому обычно хватает тула. Когда что-то по мелочи, быстро надо сделать, да и все. Применение ножа намного чаще, чем инструментов в туле. От того носить мультитул, у которого в сравнении с ножом лишних 100-150 грамм веса разницы и большие габариты, не так удобно его носить, ну как носить нож, который выполняет 99% задач. Инструмент заменяет мультитул, но менее удобен, чем тул, если вы не работаете им постоянно. Мультитул заменяет нож, но менее удобен, чем нож, учитывая, что нож перекрывает большинство задач. Берите нож, в общем и целом, так как 90-99 даже процентов задач, это упаковки всякие, это продукты. Для работы по хозяйству возьмите обычные инструменты. А вот когда не захотите возить в машине чемодан инструментов, все равно, имея в дороге мало что чиним в современных авто, докупите себе со временем тул. Сможете на природе помимо нарезки шашлыка ножом, еще и мультитулом шампура подровнять или мангал складной подкрутить, лампочку в фаре заменить подгоревшую, перегоревшую, или может быть горячую консервную банку достать еще можно. Берем прежде всего то, что чаще используется, причем не в фантазиях, а фактически. Я за нож, к нему в довесок со временем за тул. Всем вам удачи и пока. Продолжение следует...